Еще не утихли эмоции по поводу церемонии закрытия и подведения итогов третьего трудового семестра 2023 года, где в атмосфере праздника награждали лучших бойцов, отряды и принимающие организации. Сегодня мы подводим итоги третьего трудового семестра 2023 года в Брестской городской организации БРСМ. За плечами три месяца активного труда у нас сформировано было 86 студенческих отрядов. Они еще продолжают свою работу. На сегодняшний день трудоустроено порядком 1101 молодого человека. Я считаю, что это отличный показатель, потому что мы приумножили наши прошлогодние цифры. В этом году наши студенческие отряды приняли участие в многих республиканских и областных проектах. Принимающие организации города Бреста выступали Санта-Бремор. Впервые мы с ними сотрудничество заключили в этом году. Савушкин продукт. В том числе в этом году мы впервые попробовали опыт работы студенческих отрядов в Брестском отделении Белорусской железной дороги. В 2023 году бойцы Брестских студенческих отрядов трудились в детских летних лагерях, на производстве, в больнице. Слова благодарности звучали и в адрес организации, предоставивших рабочие места. Обеспечивать деятельность студенческого отряда не меньшая ответственность, чем быть его бойцом. Ребята справились. Мне кажется, это не может быть такого, чтобы они не справились, потому что молодежь у нас активная, только вперед. Мы стараемся продвигать нашу отрасль связи, и поэтому ждем также, чтобы молодежь в будущем придет к нам предприятие работать непосредственно. В третьем трудовом семестре в Бресте и за его пределами работали 1101 боец в 86 студенческих отрядах с самой различной направленности. Для многих это первый опыт не только практической деятельности, но и начало постижения будущей профессии. Мы учимся в педагогическом вузе, и мы все являемся бойцами педагогического отряда, и это наша направленность. Мы будущие, например, с нашей учителя математики, и работали в этом году и в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» и в оздоровительном лагере «Орленок». Мы относительно новый отряд, и мы уже смогли достичь новых вершин. Сколько мы? Полтора года, чуть больше. Наш отряд существует, и мы прям ворвались и хотим дальше покорять свои вершины. Мы работаем воспитателями, вожатыми, что входит подготовка детей к различным конкурсам, мероприятиям, наша подготовка к мероприятиям, мы сами проводим мероприятия, придумываем различные квесты, развлекательная программа для детей, чтобы деткам летом в лагере было интересно, и они точно были уверены, что они не зря приехали в этот лагерь и хотят приехать снова. На самом деле, да, я уже, получается, заканчиваю университет и уже работаю в школе, и опыт работы в лагере с детками очень сильно пригодился мне для работы в школе. Это мотивирует и с каждой сменой, с каждым ребенком, с которым ты встречаешься, ты понимаешь, что именно правильную профессию ты выбрал. Научились больше, скажем так, работать в коллективе, понимать друг друга с полуслова. Было очень дружеское принятие, скажем так, в коллектив рабочий. Хотелось бы повторить это и в следующем году, остаться, поехать снова на завод, провести те незабываемые, скажем так, впечатления, которые получили мы, и снова оказаться на проекте. К слову, уже сегодня в адрес горисполкома поступают новые заявки от организации с просьбой направить на работу бойцов студенческих отрядов уже в новом сезоне 2024 года. А это только подтверждает высокий уровень работ нынешних участников третьего трудового семестра.